Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы имеем замечательную возможность поговорить с удивительным человеком. Человеком, кому не побоюсь сказать, обязаны жизнью сотни людей в разных частях планеты, кто помогает совершенно разным людям обрести гармонию и здоровье. Добрый день, Рэфик. Здравствуйте, Рэфик. Здравствуйте, спасибо. И первый вопрос, Рэфик, как вас представить? Кто вы? Первый вопрос, как вы можете представить вас? Кто вы? Спасибо большое. Это очень важный вопрос. Я создатель языка подсознания и языка за сознанием. То есть, в мире существует единственный создатель языка подсознания и языка за сознанием. И это я. А также вы можете представить меня как писателя, как исследователя и также как сценариста. Что такое система подсознания? Что она делает? Билинч-алт системы недер? Не еще ярио? 2019 yılında yaşıyoruz, фakat benim getirdiğim bu bilги 2090 yılına ait. Мы сейчас находимся в 2019 году, но эта система принадлежит на самом деле к 2090 году. То есть, это информация, которая принадлежит 70 лет на период времени, который впереди нас. Я начал отвечать таким образом, потому что... Сейчас объясню, что я сейчас рассказываю, что это трудно для людей, для их восприятия. Самое старое открытие для нас это что? Это открытие огня. Потом было открыто колесо, была открыта письменность. Это очень важное открытие в истории человечества. И, после 15. годы, ренесанс, революция, 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 новые киталы. Это очень важный движение. Также, после... Были открыты новые континенты. Это очень важное продвижение. В последние 100 лет, люди отправили некоторые оборудования в космос, в такие планеты, как на месяц и другие планеты. Это очень важное открытие. Бонаринтамамамы. Инсан в таре için очень важные делишмeler. Отеш, текерлик, язы, яныкатаны и узайцы. В истории человечества это очень важное открытие. Это развитие человечества, отправка оборудования в космос и открытие огня и так далее. В истории человечества, которые выяснили, все эти, которые я перечислил. Я открыл язык подсознания и открыл язык за сознанием, за пределами сознания. Согласно легендам, Прометей является тем человеком, который украл огонь у богов. И вот, что я сделал, то есть язык подсознания существовал и язык за пределами сознания существовал. Но никто этого не видел, до меня никто этого не открыл. Бонаринтам 26 лет назад я открыл это и начал учить всех людей этому. Мы знаем про существование этого языка из священных книг, таких как Коран, Библия и так далее. В этих книгах говорится, что в день суда вся ваша жизнь перед вами появится как фильм. То есть такой язык, даже если мы его откроем или не откроем, он будет продолжать существовать. Вы знаете пророка Сулеймана? Этот пророк, который использовал этот язык? Пророк Сулейман, это пророк, который знал все языки. Он знал все языки людей, он знал все языки животных, он знал все языки растений. То есть это что доказывает? Священные книги и пророки доказывают, что такой язык существует? Сегодня до наших дней, до настоящего момента все философы, все мыслители не могли выявить это. Например, Freud, Jung. Например, Freud, Jung. И другие психологи. Пророк Сулеймана не знали. Пророк Сулеймана не знали про язык подсознания, не знали про язык подсознания и не смогли комментировать, расшифровать наши сны. И сейчас я подхожу к ответу на ваш вопрос. Билинч, алт дили, иаратычыны, иллахын дили. То есть язык подсознания это язык бога, язык сзнателя. Все растения в мире, деревья, цветы, все они используют этот язык. Все животные и все люди используют этот язык. Мы, как человечество, 200 тысяч лет находимся здесь и до нас были неодертальцы. 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 У них не было такого систематического языка. Они не знали русского, они не знали китайского. Они не могли построить предложения. Хомо сапиан, они тоже были в похожем положении. Они, чтобы общаться с собой, общаться, им не нужно было, не нужны были такие языки, которые мы имеем сейчас. Когда они заболевали, им не нужно было идти в больницу или что-то делать. То есть они друг друга лечили с помощью этого языка. Вот. Вот. И вот к вопросу. Билинч — в? Вопросы, дили, bizim, aslında, en küçük yapı birimimiz. Yani, атомın daha da altında, daha da altındaki yapıcık, parçacık. Сейчас я подошёл к ответу на ваш вопрос. То есть, на самом деле, язык подсознания, это является самой маленькой частью нас. Yani, aslında, bizim, atomlarımızın en sonu enerji bile değil, enerjinin ötesinde, dil. То есть, этот язык за пределами энергии, то есть, даже за пределами наших атомов. Yani, bizler, aslında, bir dilden oluşuyoruz. O dil, enerjiye dönüşüyor, enerji de maddeye dönüşüyor. То есть, на самом деле, мы состоим из одного языка. Этот языk превращается в энергию, и эта энергия превращается в вещество. Ve biz yaratanın diliyiz. И мы являемся, мы являемся языком сознателя. Yani, şöyle düşünün, biz bir şarkının melodisiyiz. Вы можете так представить это. Мы являемся своего рода мелодией песни. О yüzden, bizi yaratан mutlu olduğunda, biz mutluluk şarkıları söyleriz. Yaratан üzгün olduğunda, biz üzüntü şarkıları söyleriz. Поэтому, когда сознатель счастлив, мы поем счастливые песни. И когда сознатель грустный, мы грустные песни поем. Поэтому, когда сознатель зол, мы тоже злые. И когда мы расслаблены, он тоже расслаблен. Yani, biz kendi başımıza hareket eden varlıklar değiliz. Biz tamamen Аллах'ın, yeryüzündeki sesinden başka bir şey değiliz. То есть, мы не являемся существами, которые сами по себе двигаются. Мы являемся языком создателя. И поэтому, нам необходимо разделить Вселенную на две части, на видимую и невидимую. И вот, сейчас вы видите меня, вы видите стол, вы видите комнату, но вы не видите создателя и другие вещи, когда у вас глаза открыты. И вот, в этом невидимом мире находится наша судьба. В этом невидимом мире есть наша прошлая. И в этом невидимом мире есть наша будущая. В этом невидиме мы не видим этого. Почему мы не видим? Потому что существует занавес между нашими глазами и тем измерением. İşte, bilinç altı dili demek, bu evreni fark etmek demek, bilinç ötesi demek, bu evreni fark etmek demek. Поэтому, язык подсознания означает заметить эту Вселенную, это измерение. Язык за пределами сознания означает видеть эту Вселенную. Что вы вчера видели во сне, эти сны, они не исчезли, они вот здесь находятся. Все, что произошло с вами с того дня, с того момента, как вы оказались в утробе матери, до сегодняшнего дня, ничего из этого не исчезло. А вот здесь это все стоит. Вы приехали Сибирь сюда. Вы приехали 16 сантиметров, утром, 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 утром. Может быть вы 16 часов путешествовали самолетом. Сибирь, все ваши родственники, они не остались там Сибирь. Все они вот здесь вот. И вот это, что все это существует, трудно для сознания человека, который живет в 2019 году. Это информация для сознания, которая намного обережает время. Вот это информация, которая принадлежит 2090 году. Сейчас я ее предоставляю вам. И как раз вот это вот является ответом на ваш вопрос. Вот это место между тобой и мной, это пространство. На самом деле это не пустое место. Здесь есть другие вещи. Здесь есть частоты телефона, есть и здесь есть частоты телевидения, частоты радио. Кто-то может сказать мне, здесь нет частоты телефона, здесь нет частоты, здесь нет частоты телевидения. Я не могу дотронуться. Кто-то может сказать, что я не вижу, я не могу дотронуться. То, что к чему я не могу дотронуться, его не существует. Он может настаивать над этим. Здесь есть сигналы, Wi-Fi, точно это есть, но есть. Сейчас мы можем по видео говорить и с Китаем, и с людьми, которые в разных странах, и с Африкой. Поэтому это пространство, которое мы считаем, что оно пустое, оно на самом деле не пустое. В ней есть энергия. Мы на частоты телефона говорим телефонные частоты, на частоты телевидения телевизионные частоты. Вот, все, что выходит из уст создателя, все, что он говорит, это является языком подсознания. Вот, этоа пустое, шарх tiverнее пустое, это говорит. В энергия, это песня, это мелодия песни. İşte bilinçaltı, bu görünmeyene alemdeki şarkının dilini bilmek demek. Язык подсознания, это означает знать, язык знать мелодию, это песня. Перед чоумыз bugüne kadar bu şarkıyı duyuyordu, кutsал kitaplardan öğreniyordu, biliyordu. Многие из нас знали эту мелодию, они изучали ее из священных книг. Ama sadece dinliyordu, anlayamıyordu. Ama только слушали, они не знали, не понимали. Ben, Refik, korkmaz. Bunu anladım, öğrendim ve öğretiyorum. И вот я, Refik, korkmaz. Я поняла это, изучила и обучаю этому. Билинçaltı, дили, bilinç ötesи. Дили demek bu, demek. Язык подсознания и язык за пределами сознания. Именно вот это и обозначает. Может быть, мой ответ немножко долго продлился. Замечательно. Все понятно. Хотела бы задать еще один вопрос. Как вы пришли к этой системе? Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Продолжение следует...